гуляю я опять по центру шантлина и вы знаете друзья что хочу сказать посмотрите обратите внимание уже большинство людей ходит без масок и на улице и в магазине у нас уже со средины июля месяца с 25 июля 2021 года уже официально разрешили гулять без масок и не в автобусе вот я сейчас не надела маску не в магазинах но многие может быть еще не в курсе не знают поэтому надевают маски продолжают по привычке но я еще специально уточнила когда вошла в магазин уточнила там у продавца у менеджера могу ли я без маски ходить сказали что да без проблем уже закон отменил ношение масок вообще неожиданно очень непривычно и вы знаете казалось что вообще никогда не закончится этот локдаун получилось что мы ведь просидели два года в таком страшном режиме ну и я единственное что здесь могу прокомментировать это то что в европе в основном большинстве странах уже практически победили эту болезнь как говорится дай бог нам не сглазить чтобы все было в порядке но похоже что очень строгий карантин очень строгий запрет на все мероприятия и конечно же вакцинирование которое уже успешно прошло и в англии также люди вакцинировались по моему уже больше семидесяти процентов как говорит статистика и продолжает вакцинироваться вот все это дало свои плоды я не хочу ничего тут еще комментировать что происходит в россии сейчас вы наверное и сами знаете тем не менее вот великобритания уже полностью открыта и карантин закончился давайте я сегодня пройду с вами покажу вам некоторые рестораны и кафе очень красивые здесь в шанклине открылись пабы открылись рестораны магазины какая красота сегодня даже увидела афишу приехал цирк шапито смотрите такой современный новый ресторанчик стиль я не смогла я к сожалению оставить вам наш диалог с барменом с парнем потому что здесь очень громкая музыка играет и мой контент могут просто не пропустить потому что не позволительно использовать чужую музыку мне приходится озвучивать здесь поверх видео но вы видите что в ресторане сейчас никого нет потому что он еще закрыт открывается только в 6 часов вечера и я не успела я пришла в 4 часа придется искать где-то в другом месте как мне пообедать ну вот если только здесь попить пиво или кофе но я пока не расположена я хотела что-то поесть более серьезного это думала что я сейчас могу в обед сесть и покушать но не тут то было сейчас все закрылась видите я уже так давно не была в ресторанах сама я знаю что когда с мартиным мы гуляем он уже все нам заказывает столики все ну потому что как я вам уже говорила он здесь живет неподалеку в шанклине поэтому я сама решила с наскоку с наскоку зайти с наскоку покушать но нет здесь все медленно с толком с расстановкой а я остановилась и думаю может быть зайти нам в этот вернан коттедж старинный красивейший in pub ресторан давайте посмотрим можно что-то здесь заказать покушать видите сейчас зайду покажу вам food border close 430 но в общем скорее всего что опять это только на заказ только на заказ давайте зайдем и посмотрим как здесь красиво необычно посмотрите какой фонтан шикарный здесь опять же и посмотрите тоже на эту красоту это тот же самый коттедж с другой стороны и здесь во дворике специально все оборудовано для открытого кафе на траве ну кто-то мне сказал и как вы можете ходить в такие забегаловки что это тут такое какие-то лавки на траве как пьяницы друзья я удивляюсь конечно такой истории потому что здесь люди наоборот предпочитают именно отдыхать вот в таких местах вот в таких вот расположенных очень красиво вдали от шума в таких великолепных кафе и ресторанах на природе в это кафе меня мартин не водил никогда не знаю почему может быть ему не нравится у меня он не спрашивает у меня он не спрашивает в какой ресторан мы с ним пойдем он просто заказывает спрашивает у меня хочу ли я пообедать ну и происходит вот так если я говорю да хочу пообедать он говорит что под подъезжай вот допустим в шесть часов и я подъезжаю мы уже идем на заказанное место вот я почему рассказываю потому что если уж я начала говорить о мартине то возможно вам будет интересно что у нас с мартиным происходит ну вот пока вот так вот встречаемся время от времени он вы знаете ездил к своему брату тоже про брата его я рассказывала это его брат по матери ну и он не захотел опять мне особенно что то там такое рассказывать как произошла их встреча а я вы знаете уже и не настаиваю и не лезу в душу как говорится вот у нас же по привычке мы по своей и по своей ментальности русской нам нужно душевные разговоры вести залезать в душу друг другу плакаться в жилетку вот это же любимая наша российская забава да друг другу все рассказывать свои истории особенно женщины грешат этим ну а здесь я вот поняла уже так что совсем они другие я им это не нужно и я сталкиваюсь часто с таким явлением что не очень они хотят вникать и вдаваться в подробности знаете вот еще к тому же меня очень удивило то что я вам рассказывала о женщине валентине которая сказала что ей пришлось очень долго изучать нравы английские и она в конце концов поняла что вот они такие что они не пускают никого в свою личную жизнь свое пространство у них это не принято и я вот кстати вспомнила и с мужем моим рентоном такая же была история что однажды я была просто поражена когда я стала спрашивать более подробно о семьях его друзей джона и колина с которыми в пробасе он дружил 15 лет и оказалось что он вообще не знает совершенно ничего об их личной жизни он даже не знал сколько детей у них если у них внуки вот эти все истории которые меня тогда я помню поражали а сейчас я уже стала понимать то это просто вот такая совершенно другая культура английская вам еще одну поразительную историю посмотрите очередь вы видите и большая очередь вот в этот вот ресторан steam которым я была с вами ничего там особенного нет но но и дальше а еще один ресторан и там тоже очередь вот дожили мы друзья до таких времен что люди наскучались по домам сидеть и теперь когда открыли ресторан и кафе все дружно пошли срочно посидеть в ресторане как интересно в общем вы знаете друзья история моя чтобы покушать не удалось сегодня но я просто может быть довольна тем что я смогла показать вам пару очень интересных ресторанов на открытом воздухе наверное это и хорошо а я вернулась опять в центр шанклина и сейчас хочу тогда зайти с вами еще в один магазин мы уже давным-давно с вами не были ни в одном магазине я вот сейчас уже мечтаю побывать на кабуцейл помните наверное эти английские блошиные рынки которых я любила гулять и которые каждое воскресенье и субботу здесь проходят в англии обычно ну-ка вид переменил все планы тем не менее возможно сейчас уже они опять вернутся и мы с вами сможем погулять по нашим любимым блошиным рынкам зайти паундленд это паундовый магазин здесь шанклине он немножко другой и выглядит по-другому мы с вами здесь не были никогда да и вообще я что-то вспомнила что я давным-давно вам не показывала никакие наши магазины поэтому хочу сейчас пройти и показать я пришла для чего я пришла мне нужна лампочка к моей новой люстре вы смотрите какие тут горгуль и стоят красивые 3 фунта здесь уже хоть и one pound shop но видите уже продаются и по 3 и по 6 фунтов ну а здесь вот видите за фунт такие вот тоже ой какое тяжелое сердечко керамическое красивенькая тоже англичане любители вот так вот он майкер какие хотите разные love you to the moon and back вот так вот я когда захожу в эти магазинчики мне прям вот хочется вы знаете по накупить этих безделушек всяких разных вот бью себя по рукам чтобы не купить вот вы знаете прям хочется 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 иногда ну что вот за один фунт вот таких не купить штучек да вот кстати это же видите что это опять ничего не вижу ничего не слышу ничего никому не скажу только 3 почему-то нет разобрали здесь только ничего не вижу снова показываю для тех кто любит вязать пряжа здесь три вот таких моточка за за один фунт пожалуйста моточки давайте посмотрим что тут написано 50 грамм это акрил стопроцентный ну ничего такой три моточка за один фунт вполне себе можно даже есть красивые цвета здесь видите а здесь еще можно купить за один фунт очки привет очки какие хотите выбор и вполне себе даже они приличные посмотрите какие красивенькие но плюс полтора плюс единица минус единица ну один фунт это прекрасно 100 рублей кстати я ведь не ношу очки плюс не ношу вы знаете и вот даже сейчас померила здесь плюс один нет есть плюс 1 25 это уже для меня сильные а вот я нашла лампочки сейчас посмотрим ну ничего себе лампочки 7 фунтов фунтовом магазине ну и в конце друзья как обычно для тех кто дослушал до конца я хочу ответить на вопрос тоже который мне часто задают как у меня самочувствие после вакцины я же провакцинировалась файзером уже почти месяц назад и жду когда меня пригласят на второй укол ничего я вообще не почувствовала как говорится не было у меня вообще никаких явлений ни температуры ничего такого прочего не было я на самом деле была против этой прививки долгое время и даже говорила об этом но потом я поменяла свое мнение я подумала что так или иначе эта болезнь поселилась здесь надолго как говорят многие и например все мои здесь знакомые друзья вокруг в англии они все уже давно привились двумя уколами поэтому и я решила что лучше я провакцинируюсь ну а на этом друзья сегодня мое видео заканчивается моя прогулка с вами пожалуйста не забывайте ставить лайки пожалуйста не забывайте смотреть рекламу и конечно же подписывайтесь на мой канал те кто еще не подписался а на этом я с вами прощаюсь желаю вам всего доброго будьте здоровы еще увидимся пока 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 пока